Вспомним, что мы уже выучили. Функцию эллипс. Четыре эллипса образует смайлик. Если я хочу что-то поменять, например, сделать рот пошире, я ищу нужное число и меняю его. Ширина у нас – это третий параметр. Его и увеличу. Вот так. С эллипсами разобрались. Что еще можно нарисовать? Функция rect рисует прямоугольники. От английского слова rectangle – прямоугольник. Это еще одна команда, которой подчиняется наша программа. Далее нарисуем смайлику шею. Числа, которые нам подойдут, я уже знаю заранее. Вот так. Как и эллипс, функция rect принимает четыре параметра. Их смысл очень похож. Первый параметр – это x, второй – y, третий – ширина, четвертый – высота. Но есть и небольшое отличие от эллипсов. Я покажу, в чем дело. Давайте сделаем из рожицы робота. Превратим все эллипсы в прямоугольнике. Начнем с самого первого. Заменим эллипс на rect. А числа оставим теми же. И вот мы видим, что прямоугольник съехал куда-то в сторону. Хотя мы не поменяли ни одного числа. Как так? Дело в том, что x и y прямоугольника указывает не на центр, а на левый верхний угол. И наш прямоугольник рисуется оттуда, где раньше был центр эллипса. Поэтому x и y придется подправить. То есть, надо уменьшить x и уменьшить y. Теперь намного лучше. Теперь я заменю остальные эллипсы на прямоугольники. Например, вот этот. Тоже сдвинем его. Как видите, ничего страшного, если вы не угадали числа с первого раза. Их всегда можно изменить и найти то число, которое вам подойдет. Если у вас есть под рукой миллиметровая бумага, можно нарисовать картинку на ней и оттуда взять подходящее число. Так, вот этот тоже подвинем. Отлично. Однако в этой куче прямоугольников можно легко запутаться и быстро забыть, какой прямоугольник что означает. Для того, чтобы не запутаться, программисты используют комментарии. Комментарий начинается с двух косых линий, а дальше подписываете словами, что делает каждая строчка. Это рисует лицо, это рот, это левый глаз, это правый и шея. Все, теперь код гораздо понятней. Покажу вам еще одну фигуру. Линия. Линии мы нарисуем нашему роботу одну сплошную бровь. Линию рисует функция line, которая, опять же, принимает четыре параметра. Первые два – это начальная точка линии. Начну ее с левого глаза. 140, 150. Так, думаете, дальше будет ширина и высота? Нет, у линии нет ширины и высоты. У линии есть начальная точка и конечная точка. Последние два параметра расскажет, где линия будет заканчиваться. Я хочу, чтобы она заканчивалась над правым глазом. Это будет 240 плюс 30. 270, да? И я не хочу косую бровь, поэтому y-координата будет той же, что и у первой точки. 150. Напишем. Вот и все. Сделаем его повеселее. Вот так. Теперь я расскажу вам еще одну вещь. Видите, в каком порядке вызываются функции? Первый идет прямоугольник, и только самый последний рисуется линия. Порядок очень важен. Именно в таком порядке программа нарисует ваша фигура. Смотрите, что будет, если я переставлю рот в нашем коде. Рот пропал. По крайней мере, так кажется. На самом деле, программа сначала рисует рот, а потом поверх него рисует лицо, и лицо остается закрашенным. Имейте это в виду, когда будете рисовать. Вам наверняка захочется, чтобы фигуры рисовались в определенном порядке, одна поверх другой. И если вам кажется, что у вас пропала фигура, возможно, она прячется за другой фигурой. Поэтому в этом случае придется передвигать строчки кода, чтобы это выяснить. Вот рот и вернулся. Итак, сегодня мы многому научились. Запоминайте, экспериментируйте. У вас все получится!